Историческая дата. Воссоединение Крыма с Россией отмечается всенародно. Мероприятия проходят во всех регионах огромной страны. От Севастополя и Калининграда до Сахалина и Чукотки. В Самаре тысячи участников собрались на площади на так называемый флешмо в поддержку жителей Солнечной Республики. Это студенты, преподаватели и все неравнодушные, кто счел важным для себя заявить, мы вместе и это здорово. Чувство патриотизма, то, что Крым он наш, это наша территория и мы с радостью, мы гордимся этим. С точки зрения туризма мы приобрели очень ценный ресурс. С точки зрения истории мы вернули себе русскую резиденцию царей, мы вернули себе дачу Чехова. Мы вернули место, где Андрей Первозваный стал святым. Поэтому что изменилось? Мы стали более культурные, стали более присущи к исторической памяти нашего народа. История, она не дает мне мыслить о Крыме как о чем-то отдельном. Он всегда был наш, и люди, которые там живут, и люди, которые там служат, мы с ними, а не с нами. Если песни, то про Россию и Крым. Если вальс, то непременно севастопольский. Сегодня в Самаре эта тема звучала повсюду. За те два года, что прошли с момента исторического воссоединения, в Солнечной Республике уже и не вспоминают, что когда-то полуостров находился по ту сторону государственной границы. Вернувшись домой, крымчане в полной мере ощутили поддержку российского государства. Исакский район – подшефная территория Самарской области. Между нами устанавливаются прочные и взаимовыгодные связи. Но куда более важно культурное и историческое значение того, что Крым теперь вместе с Россией. Крым всегда являлся русской землей. И огромными усилиями во время Великой Отечественной войны мы его отстояли. Это было полито кровью наших советских солдат. Карта России, она всегда включала в себя полуостров Крым. И когда мы приезжаем туда, мы же сами на духовном, на сердечном уровне ощущаем, что это родная земля. И особенно важно, что сегодня именно молодежь приходит на патриотические мероприятия. И Самарская область первая направила в Крым своих волонтеров, в помощь жителям полуострова и уже как к себе домой. Как правильно в свое время отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, что Крым, Севастополь вернулись домой. И мы сегодня видим, насколько это было правильное решение. Мы сегодня видим настроение людей. Мы сегодня видим, какие идут преобразования в Крыму и Севастополе. И это действительно единый исторический, это единый российский народ. А значит, у этого народа есть будущее. И это будущее звучит не иначе, как мы вместе. Олег Зверев, Константин Головин. События.